Надо показать. Да, ну, этим сейчас и займёмся. Тем более, что я уже вроде как начал записывать. Да, и после 13-го хода конь C6, следовала А4, Ладья Б8. Казалось бы, на Б5 такая лёгкая слабость, но чёрный, повторю, защищает. И по структуре это всё хорошо, потому что как бы в центре на королевском фланге 5 против 4, если учитывать пешки Д, они, в принципе, в перспективе могут как-то вперёд пойти. А эта пешка на Б5, она неплохо сдерживает поползновение белых. И фигура, и пешек, да, то есть она как-то так всё сдерживает. Да, и фигура на C4. Конь опять ещё пошёл эти же функции выполнять. Да, ну, конь, кстати, не очевидное решение, но Максиму виднее. А, то есть конь просто на C4 перешёл, и чёрные хотят ещё раз изменить. Не знаю, мне кажется, очень сильное решение. Вот я что-то смотрю и не пойму, что делать белым после перевода коня на C4. Да, выглядит, если честно, что белок лёгкий не довес, но Карлсон как-то с ним разобрался. То есть вот он сыграл ферзь А2, конь подвис, чёрные попытались его придержать, и белые пошли в B3, что, конечно, этого делать не хочется, ослаблять пешку на C3. Но вот оказалось, что после конь D2, ферзь D2, неплохая здесь координация оказалась налажена. А, всё правильно, да, B3. Ну да, и теперь белые, наверное, хотят ладья FC1, или там ладья любая на C1, C4, поэтому чёрные решили принять меры, не стали защищать пешку на B5, сыграли сразу слон Е6. Ну и последовало слон B5, слон B3. Видимо, номинально у чёрных всё ещё лучше за счёт пункта C4. Но у Карлсона такую позицию не выиграть. И, в принципе, в быстром темпе соперники здесь исполнили ходы. Ну, ладья A8, Максим уже обозначил, что он не будет пытаться, не будет серьёзно пытаться выиграть эту карту. Ну, Максим же понимает, что чёрный цвет с действующим чемпионом мира это хороший результат, поэтому, видимо, это как-то тоже немножко давит, и он с позиции ещё силы делает ничью. Да, он, с другой стороны, минус один, может быть, в случае победы были какие-то шансы на успешное турнирное выступление. Теперь, я думаю, их нет. После слона A6 здесь Максим форсированную разгрузку нашёл, конь C4. Ну да, такое ощущение, что он фиксировал ничью уже, несмотря на... Надо показать тут идею, что на конь C4 последует ладья A6, я так понимаю, и происходят тотальные размены. На слон C4 последует ладья A3, снова происходят тотальные размены. Вот так партии произошло. Ну, на слон C8 последует ладья A3, там тотальных разменов не происходит, но у белых, видимо, просто хуже заметно. Поэтому Магнусу пришло здесь смориться с неизбежным. После слон C4 практически все фигуры были разменены. А после короля F1 Максим решил доменять то, что не было разменено изначально, сыграл E5. Ну да, и все эти пешки тоже меняются, да, после ладья A6. Произошла тотальная здесь аннигиляция материала, и, видимо, Смиренки играли по той причине, что соглашение вроде как запрещено, доигрались до голых королей. Ну, есть повод посмотреть что-то более интересное. Например, можно отметить результат. Да, можно отметить результат. Ну, блестящая победа Ливона в очередной раз. Не то, что в очередной, но... Ливон вообще в ударе, если так откровенно. Да, вот ощущение такое, что он лидирует в турнире, на данный момент, Накамура еще играет, но в данный момент Ливон лидирует, и есть ощущение, что он не добрал, да? Ну вот, по крайней мере, его лидерство выглядит более уверенным и закономерным, чем... Ну, как-то... Накамура, может, тоже неплохо, но, не знаю, выделяется пока своей игрой Аронян. Да, то есть он во всех партиях имел хорошие позиции, а с Каруаной и с Накамура он имел позиции с заметным перевесом. То есть эти плюс 2 могли бы в определенных разгладах превратиться в плюс 4. По крайней мере, плюс 3. Ну, может быть. Ну, хорошо. Сегодня у нас важный момент был. В принципе, можно констатировать, что ладья А на С8 это серьезная ошибка. Понятное дело, что Крамник столкнулся с дебютной неожиданностью. Последовала Ферзь Е3. И вот здесь такое ощущение, что все-таки нужно было соглашаться на вот это взятие на Д5, ставить ладью на Д8 и играть чуть худшую позицию. Неприятно. Или если допускать Е5-Д6, то хотя бы с ладьей на Д8. Потому что ладья на С8 просто... Ну, очевидно сейчас уже, совершенно очевидно, что это слабый ход. Потому что после Е5-Р6-Д6 черные все равно должны подрывать эту защищенную проходную путем Ф6. И вот оказалось, что ладья на С8 совершенно не там, где надо стоит. Она и на пешку Д6 не нападает, еще и попадает под всякие тактические удары, связанные с взятием на Е6. Ну, на самом деле, Левон-то продолжил играть очень точно и достаточно креативно. У меня же четырех же... Вообще кажется, что безупречно играл эту партию. Ну, это, конечно, требует дальнейших анализов, но, судя по всему... Ну, на первый взгляд, выглядит очень уверенной игрой. Что с партией вот с Мардусом, что сегодня с Владимиром. Да. Впечатляет. Уже 3-F, Е5-Е5, Таля-Д8. Но тут мы долго не могли понять, как же Белым конкретно притворить свой перевес сутки в полноценные очков в турнирной таблице или хотя бы в более серьезный перевес. Вот Левон 13 минут продумал, нашел способ. Уже ход G3 был довольно контринтуитивный. Ход F4 еще сильнее на первый взгляд ослабляет короля при слоне на Б7. Но вот оказывается, что самая сильная фигура на доске здесь, наверное, конь на H4. Особенно относительно обычных возможностей фигур. То есть, может быть, объективно ферст на Е5 он и лучше, но конь на H4 выделяется, тем не менее. Все, держит. Ход Ладья Ц3 слегка загадочный. Вот в чем его идея? Ладья Ц3, интересно. Да, я вот я ходы Ладья и вообще и у Храмника это, честно говоря, не совсем понимаю ход. Ну и вообще идея. Хорошо, Храмников, может быть, как-то защитил пешку и хочет коня развязать и куда-то его отправить. Хотя непонятно куда. Ладья Ц3. Нет, конь на C5 стоит очень хорошо и это единственная фигура, которая, мне кажется, расположена удачно. Ну, может, Фон Б7, да, еще, ну, как-то. Не знаю, Ладья Ц3 такой ход. Может быть, он где-то хотел ее просто перебросить, да, куда-то на А3. Я даже не знаю, честно, боюсь сказать какую-нибудь ерунду. Может, на А3, правда, чтобы опять как-то попросить пешку на Б6 слабый сделать. Ну, вряд ли. Мне кажется, какая-то... Можно G3 укрепить. Я понимаю. Вот идея, скорее всего, в том, чтобы... Не G4 же он хотел где-то пойти. Идея явно все-таки связана с королевским флангом. Для каких-то вариантов Ладья Ц3 нужна. Ну, хорошо. Может быть, слон Е2 или G4? Или что там будет? Конь висит. А, ну, ферзь G5 вот как-то вот это все... Ну, где-то вот, видимо, слон Е2, потом ферзь H3 защитить как-то коня да, ферзь G5 и G4. Все равно, правда, непонятно, как это все осуществить. Там же Ладья висит. Ну, то есть, вот сейчас проблема с ходом слона Е2 в том, что после ферзь H3 и ферзь G5 Ладья на Д8 не висит и черные кони Е4 пойдут. Ладья Ц3 вроде бы никак не помогает в этом плане, но после того, как Крамник пошел Ладья А6, уже, конечно, оказалось, что Ладья на Д8 подвисла. То есть, предположим, что после Ладья Ц3 Крамник не ходит в Ладья А6, а делает абстрактный ход. Там Король Х8, правда, попадает под вот этот тактический ресурс, про который мы говорили. Там слон Е2 ферзь H5. Ну, хорошо, Крамник делает ход слон А8. Блестящий, усиливающий ход. И вот теперь можно попытаться найти за белых выигрыш, чтобы понять идею. Да, что тут? А, ну так я, на самом деле, я понял идею. Он защитил на G3, и сейчас покажу, в чем суть. То есть, слон Е2, ферзь H3, слон Ф1, ферзь G4, H3. А, вот такая. Довольно красиво ферзь поймался, кстати. Что-то слон Ф1 почему-то не смотрел сход, да? Да, не, ну теперь понятно. Просто защитил на G3. Похоже на правду, да? Видимо, это объяснение. Я даже думаю, что это правда. Вот когда вот уже, я даже передвинулся на G1, когда я уже смотрю на эту позицию, я понимаю, что в Адзянце G3 стоит очень гармонично. Она защищена, да, и при этом G3 защищает, как-то все. Очень так. Не, ну, черным-то некогда, видимо, слон А8. Ну, правда, мы создали угрозу, и от нее надо как-то защищаться, да? Ну, вот так. Владимир попытался. Может, слон А6 какой-нибудь? Вместо Владиаши? Ну, вместо слона А8. Ну, то есть, да, вместо слона А8 или Владиаш, ну, в общем, на этом ходу я понял. Да. То есть, слон А6, идея этого слона поменять, я правда не знаю, чем это закончится, конь ушел, по крайней мере, на момент, да, из центра, но вроде на C7 никто не залезает. Ну, там, может каким-нибудь матом закончиться после слона А6 и Д7, но не факт. Наверное, есть что-то более конкретное. Я вот не вижу пока. Взяли? Хочется взять. Да, я взял, смотрю на позицию, пытаюсь за белых что-то придумать, пока не получается. Не знаю, может быть, король же 2, аж 3 как-то продолжить идею. Ну-ка, ты, кстати, хорошо смотрится. Я бы сказал, очень хорошо смотрится. Как вообще его спасать? Так, король же 2 хорошая идет. А я думаю, если не король же 2 на халов, я не вижу. Что мы можем сделать? Большой беды, конечно, нет даже без король же 2. А4, я думаю, что у белых решающий позиционный перерез. Но, да, король же 2, похоже, что выигрывает. Там коль на c5 встанет. А5. Потом где-нибудь разворотим это все-таки. Хорошо, это все не важно, король же 2 выигрывает ферзя. Ну, там, крупная... Ну, ладно, может не выигрывает, но, по крайней мере, да. То есть, слон ушел с b7, да, и получается, что... А ходов-то, получается и нет. g5, а, g5 на ладья сразу висит. Ну, в общем, да. Да, ходов. После ладья c3 вообще нет защиты. Такой еще. Ну, наверное. Может, крамник действительно лучший нашел здесь. Ладья h6, слон e2. Ладья h6. Да. Вот ттнш при лучшей, да? Ну, что? Не, ну, с тем же успехом можно было сдаться, но по инерции играл. Ну, видимо, просто Ливон все сделал блестяще. Хит, может быть. Слушай, а здесь нету на ладья h6 хода конь f5 какого-нибудь? На ладья h6 конь f5? Да. Или это слишком незачем, эти трюки? Не знаю. Может быть и есть. На ладья f6, ферзь f6 типа. По крайней мере забавно. Не знаю. ну, ладья f6, наверное, не надо играть. А куда ты пойдешь? Куда-нибудь на h5. На h5? Ну, там на e6 же висит. Ну, ладно. По словам e6, какой-то h8. А вот так, да? Ну, я понимаю, что это удручающе выглядит, но, может быть, это хуже, чем лечить кач технический энджпиль. Может быть, лучше. Трудно судить. Я, почитаю, технический энджпиль в таких ситуациях. Мне кажется, это просто выигранная. Что-то у тебя и ферз под рентгеном каким-то. Ладья еще там же. Да. Вообще. Я даже не знаю. Ваш ферз тоже под рентгеном. А я сейчас хочу взять слона. Хорошо. А слон f7. Слон f7. Напал на мат. Да, слон f7, это, конечно, проблема. Ай-яй-яй. Я не знаю. Ну, может быть, и d7 там тоже выигрывает. Ну, как бы. Выглядит как-то очень странно. Ладно. Может быть, после коньев 5 не ладья аж 5. Ну, может быть. Ну, коньев 5 интересная альтернатива. Я думаю, сыграл это тоже очень хорошо. Ну, вы же понимаете, что, скорее всего, Ливон видел коньев 5. Этот ход, но он не... Он, наверное, посчитал, что после слона e2, ферзь h3, ферзь g5, ему проще будет выиграть ту позицию. А там надо еще проверить, потому что, правда, там что-то можно. Хотя, пока не видно. Я могу предположить, что он, конечно, зевнул слон f7. Ну, не стал проверять, не стал досчитывать до слона f7. Ну, может быть, ему что-то другое не понравилось. Ну, ладно, да. А может, он просто этот вариант посчитал, увидел, что здесь он точно выиграет, и не стал особо выкручивать. Ну, тоже слон e2, ферзь g5 выглядит форсированно, и тоже приходится ходить в ферзь h4. Других ходов просто нету, да? Потому что на ладе f6, наверное, слон f1. Да, ну, вот этот вариант, по-моему, да. В общем, видимо, конь их 5 побеждало. Видимо, конь их 5 побеждало, ну, хорошо, Ливонт вполне нормально сыграл, ферзь g5, и... Ну, а Эншпель мы, во-первых, немножко уже обсудили, во-вторых, честно говоря, тут уже не так интересно, да? Да, убил лишнее качество и очень серьезная компенсация. Так что... В общем, когда на ладя на e7 зашла, мне кажется, уже можно вообще не смотреть. Ладно, да, наверное, давайте посмотрим то, что сейчас происходит все-таки. Да, тут там сейчас... Я предлагаю в S-LiSso посмотреть. Да, потому что мы остановились на позиции после h5, и... с некоторым удивлением обнаружили, что у белых есть серьезная инициатива, которая, в принципе... Мне сразу нравилась позиция, вот вы тоже обсуждали, я обратил внимание, думаю, ладя такая на d7, ладя на f8. Нет, ну когда... Я понимаю, что хочется больше всегда и больше фигур, чтобы инициативу развить, но как-то все равно... Ну, явно в промежутке между там 12 и 15 ходом ссор где-то смазал. Позиция была совершенно безопасной, вы меня не переубедите. Когда ладя на d7 заехал... Я не пытаюсь переубедить, я просто открываю позицию и чувствую, что мне нравится за счет активной ладьи. Ну вот, когда черные a5 вроде пошли. Вот, как вам такое усиление, например, игры черных? Вот я сейчас сходу предлагаю, не знаю, сколько бредово, но вот, на ладя f на d1 16-й ход играем ладя a на d8. Сейчас, секундочку, ладя f d1. У меня листается почему-то долго. А там можно на нотации нажимать. Я так и делаю. А нет, не так. Не, вот по ходу на такцию он автоматически перехинет. Ладя f на d1, ладя a на d8. То есть, просто не пускай ладью на d7. Да, да, нет, здесь я согласен с тобой, что вот уже как-то до того, как ладья на d7 появилась, у черных, я думаю, просто равенство. А вот, когда ладья на d7 уже пришла, тогда, мне кажется, маленький плюсик у белых. Да, согласен, да, сразу после вот, наверное, где-то вот эти маленькие нюансы, в эспесо решил, что они не такие важные и как-то. Может быть, он слон f3 зевнул, что это настолько неприятный ресурс. Я тоже просто слон f3. Я думаю, что недоценил эту позицию. Честно говоря, после ладья d8 я даже не вижу, как как вообще ходить. Да, похоже, что партия в этом случае закончилась бы в ничью без больших приключений. Там все поменяли, да, слона на c4, на d5 потом в какой-то момент переставли. Что там вообще, чем играть? Ладно, у нас на самом деле более интересные события произошли в самой партии. После слона f3 черные, видимо, поняли, что они на самом деле не смогут нормально отбиваться от этой инициативы белых. То есть пешка-то на a6 зайдет и решили хотя бы запастись материалом и запастись проходной. Белые сыграли h5, ферзя 2 и вот тут fd4, c5 они же решили уже, видимо, конкретно играть, потому что он просто увел ферзя на e3 предоставляя черным возможностям a4, a3 это все проводить в свое удовольствие и после a4 король g2 и оказалось, что теперь, видимо, на a3 какой-то сразу выигрыш есть у белых. Я, правда, его не вижу, но наверное он есть. Может быть a6 непонятно. Ну, наверное, a6, да, с идеей просто a3, да, a6 с идеей fd4, c5 А, ты хочешь проверить ставят ли белые мат, а что если да, a6 Наверное ставят a6, fd5 и по-моему, что поставили мат, поэтому да, там fd7 просто, да. Да, то есть идея король g2 была в том, что теперь, когда fd5 окажется, черный ферзь через b1 с шахом на f5 не попадет. Ну, приходится fd1 все равно ходить. Да. Включается fd5. Ну, может быть, на самом деле белые дамы для a6 пойти и вынудить то же самое в итоге. fd5. Ну, видишь, шанс на ошибку просто проверили, потому что кто знает, может, a3 пойдет. Такой легкий шанс на ошибку. Ну, да. белые дамы отыграли пешку после fc5, слон d5 и e4. Сохранили инициативу, но... Мне кажется, тут интересно еще раз. a6 пошел. Да, ff5. ff5. Но ff5 уже пора. Да. Без схода g4 тоже не обойтись. Почему? А как? Ну, в смысле, а что делать вообще? Ну, ладь c7. А зачем g4? Ну, чтоб ферзом взять. Ладь c7. Мне не нравится, что он сейчас слон d5 последует. Слон d5? Да. Ну, да. Почему ладь c5? Ди c5? Мне кажется, интересно. Ну, слон f3, ef и ff6. Материал подсократился, мне кажется, шансы черных на ничью очень велики. Я не глупил? Я хотел ладь e5 отрезать твоего ферзя, как-то так нельзя. Ну, наверное, да. Пешка жива еще там. Кто знает, что с ней произойдет? Может быть. Видимо, вообще идея черная в том, чтобы слон d5 сыграть, и вот вестер решил... Хотя подожди, у нас там... А может, я пешку c как-то смогу повести? Ну, ладно, это такое. Ну, как вариант можно было, но, наверное, не хотелось менять фигуры, да? То есть хочется сохранить побольше фигур. Ну, допустим, g4, хорошо. Ферзь f6, да? Да, ну, это же полезное изменение для белых. На цепь забрали с темпом. После слон d5... Да, выглядит логично, но... Я думаю, что... Просто у g4 есть минусы, что как-то поля какие-то... Не знаю. Черные попытались играть по этим полям в итоге, но зато белые пешку собрали после ладья a7, и это... На цве здоровая лишняя пешка, в принципе, проходная. Черные оправдали, как бы... Я чем больше смотрю, все мне больше нравится у белых. То есть я бы, видимо, выпустил где-то перевес просто. А черные оправдали каким-то образом эти свои передвижения. Они все-таки поставили e5, зафиксировали ферзи в королевский фланг белых, но белые забрали пешку. После ферзи... То есть хотя и теперь, да? Да, и как бы черные сразу ничего не хотят, то есть ферзи в 4 в принципе ход без угрозы. Я могу сыграть какой-нибудь там ферзь e7 условно или ферзь d6. Ну, черных, есть шансы на ничью, но... И у белых тоже на победу шансы далеко не нулевые. А ферзь e3 не надо? Там не выигрыш, да? Это то, что... Ферзь e3 есть, если пойти. Конечно, принципиальный момент, потому что вроде как черные практически вынуждаются, но... Ну, почему ферзь e6 могу? Спасибо! Да, будьте здоровы. Веншпиле... Спасибо. Тяжело. Там слон, правда, да, какой-то турной? Черный тоже не то, чтобы красавец на а8, но... Скорее, черный удел, что от ничпиле... Я не думаю, что ферзь и трех играет они. Наверное, он какой-то более активный ход сделает. Может, ладья а7. А ладья а7 с ланей 4. Нельзя, наверное... Ну, точно нельзя. Да, вот тут какая-то проблема, почему я ферзь e3 стал изучать, что пешку c не двинуть, потому что сидят на d4. И получается, как-то ладья привязана, и как-то вот все фигуры, как-то гармонии немножко не хватает. Хорошо. Вот ход, который изначально предлагал я, который ладит... Ферзь e7, да? Да, не то, что какую-то гармонию налаживает, но он просто... Не, логично. Это, может быть, когда-то ладья на d8 появится. Такая известная идея таких позиций. Я такое ощущение, что черный почти цуксванг просто. И чтобы были хоть какие-то ходы, нужно брать все-таки на h6. Так, ну, допустим, слон c6, да? Ну, да. Тогда ладья а4, так, ладья c4. Ладья c4, да? Слон d5. d5 и... ладья b4. Слон, правда, на e6 попали, да? Это позитивное изменение. Или слон b5, может быть, да? Слон d3 туда попадались. Может, слон f1 еще. Кстати, да, слон b5 и слон f1. Нет, хорошая идея. Мне, в принципе, ход ладья c4 резко разнравился еще потому, что слон на e6 может попасть. Вот, значит, ладья b4 пошел все-таки. Да, да. Надо просто, видимо, держать ладью, опять же, защищенной, да, как бы. Я думал, что я выиграю темп, а в итоге я теряю темп. А они же тем временем f3 сыграл. И вот это очень... Вот это очень интересный момент. Если он сейчас сыграет f3 и в итоге выпустит эту позицию, то, конечно, на него посыпется... посыпется много упроков. Что, мол, зачем ты в любой позиции играешь? Да, и так редко выигрывают. Еще и не используют шансы, потому что все-таки, честно говоря, выглядит, что большие шансы на победу. Особенно до f3. Может быть, даже после f3, но... Не знаю, как-то у черных мало того, что пешки нету. Еще ладья не играет. Ферзь, в общем-то, после хода f7 тоже стоит, выжидает. А белые думают... Слушай, а может, ферзя было надо... Не знаю. d6 я начал думать. Ну и... Да, но... f6, ладья b4, ладья b8. Вот такая. fd6, ладья b4, ладья b8. То есть принципиальная разница в том, что с поля c6 не отдаем, да? Ну... По сравнению с f3, я имею в виду, что слон c6 не попадает. Но с другой стороны, после fd6... Ну, где-то поля, да. А потом где-то на b8 ладья будет защищена ферзя. Брать ее нельзя. Ну, на... Ладья b4, при ферзе на e7 пошел, а дальше что-то хотел делать. Вот я бы стоял там слон c6, слон a8. Стою туда-сюда. Что тебе делать? g5, ферзь f6. g5, ферзь f6. А, ты так хочешь что-то меня? Такая редакция была просто космически выгодной, но просто, наверное, никто не позволил бы. Это другой вопрос. Ну, да. На ферзь d6... Нет, ферзь d6 у меня на ферзь d6 не сильная ход в ладья e8. Мне нравится. Очень сильная. А в чем идея? На а6 забрать. А. Бесплатно. Ну, да, может быть, ферзь d6. Так, ну, смотрим ферзь e3, да? Да, в общем, это был принципиальный момент. Я думаю, что, в принципе, ход в ферзь e7, скорее всего, более-менее достойный, но... с другой стороны, сейчас я бы пригляделся как-то к ферзь e3. Тоже структура белых ужасная, и если черный каким-то образом активизируется, и хотя бы своего короля поставят на более-менее нормальную клетку, они спасутся. Но вот после ферзь d6, ферзь e3 у черной колоссальной проблемой вот в данную секунду с координацией. То есть... Тут интересный момент. g5 надо ходить или нет? Не знаю. Потому что он же сам сейчас g5 пойдет, и что там делать? Давайте проверим g5. g5, f6, как-то королем побежать. Я думаю... На g6 может вообще съесть эту пешку. Там ладья 7, да, будет? Я думаю, что, скорее всего, надо играть g5. Ну, белых... Мне g5 ход, честно говоря, не нравится сам по себе, но мне еще больше не нравится, когда белые g5 ходят. Белых... Я пытаюсь понять, какой план здесь за белых более эффективный. Я смотрю две идеи. Я хочу свана перевести на d5, нет? Да, вот первая идея это слон d1, слон b3, слон d5. Привлекательно выглядит. Вторая идея просто пешку догнать подальше, там, до c5, и чтобы она напрягала. Потому что человек не успеет вас препятствовать, потому что и слон всегда подвисает. Ладья c8, да, пошел? То есть он препятствует... А, пока ничего не делает вообще. Просто ладья c8 усилил ладью. А вот если g5 теперь я пойду, то что делать? Не знаю. Хочется пойти же g5, если же дают такую возможность. Что-то вообще весь фланг просто обездвижен. Может... Солн c6, да? Может просто стоим? Там, слон c6, слон e8. Ну хорошо. Солн c6. Вот да, надо понять. А я на пешку е еще могу нападать, теперь нет? Да, наверное, проиграл просто. Наверное, просто проиграл. Понимаешь, что мне... я могу же... Нет, мне не нравится, что g5 дабы пойти. Ну, конечно, что и после g5 проигран, если честно. Ну, наверное, да. Ну, как-то вот... тяжелая позиция. Так ферзь и 3 может вообще техничный ходит? Не знаю. Посмотрим. Как бы между даже проигранной позицией победы все-таки есть большое расстояние в современных элитных шахматах. А тем временем у Ананта большой перевес, да? Надо посмотреть, мне кажется. Я вообще не знаю, что там произошло, поэтому комментировать не могу это заявление. Да, что-то, конечно, слон на b2 тут не внушает. Ну, вот я вот этого слона уже давно приметил. вот, я думаю, Ананта тоже. Ну, может... Ну, хотя, может, и не так все плохо. Нет, я вот что-то рассмотрю. Как вообще? Ну, что-то как-то в контр-игры. Ну, я тогда покажу вообще, что происходило. Мы остановились на 12-м ходу e4, конь d2, d5, a4. Здесь вот Ананта принял неочевидное решение на самом деле сыграть dc, потому что ну, конь f8 с угрозой и 9-угрозой слон g4 тоже неплохо смотрелось. dc решение интересное. Теперь черный получает нортовую блокаду по белым полям, но вот я еще где-то в районе 20-го хода говорил, что у черных есть некоторые проблемы с тем, что кони, ну, конь f6 лишний, потому что белые никак не пытаются сбить черного коня с d5 сразу. то есть получается, что два кодя претендуют на одно поле. Вот Анант сразу пытается исправить эту проблему. Он играет конь e8, да, и похоже, что хорошая позиция в черных после хода конь e8. Мне нравилась позиция уже давно, честно говоря. А что белые вообще хотят? Ну, они хотели b5 провести, но почему-то они успели как-то. или не смогли, или не успели. Да, но после конь e8, конь c5, d6. Сложная боится, надо бы поподробнее это все смотреть. После d2 белые могли наверное пешку забрать на e4 и отдать на g2. Ну, что-то где-то явно ошибся. А, куру. Есть ощущение, что просто Фабиано верил в то, что у него хорошая позиция, а оказалось, что она плохая. Вот после a5 слона f5 черные продолжили усиливать свою позицию, а белые не смогли продолжить этим заниматься, потому что усиливающие фд не подошли к концу. g4, слон d7, вроде белые какого-то временного добились максимального прогресса возможного, но после d7 он застопорился, а черные будут свою позицию улучшать. Вот после король b1 они сразу этим занялись путем f5. Стоит g4, f6, но тут видимо у соперника был сильный цитнот, я так думаю, потому что позиция сложная, и в ней тяжело играть быстро. Какой еще расход? Ну 30-й вот сейчас у меня стоит 30-го, но я быстро пролистываю вперед, потому что все эти маневры выглядят в любом случае необязательными, понятное дело, что там игру можно усиливать не один раз наверняка, но у нас сейчас другая позиция стоит, и если каждый полуход смотреть подробно, то мы все равно ни к чему не будем. Ну да, надо дойти до той позиции, но явно, что мне кажется, Круана топчется на месте, а Виши усиливает просто свою позицию, нет? Да, похоже, что стратегически безнадежно. Владиаш 5, Куниф 5, Феркс. Правда, вот, когда черные заберут, на А6, это без сомнения произойдет, то куда дальше приставать? По идее надо приставать к Ф2, база пешечной цепи. Для этого надо ладью завести на А2, ферзя завести на А4. Но нюанс в том, что как-то на Б7 подвисает всегда. Как-то Куниф 5, Ж3. Сразу Ладья 5, Куниф 5. Ну там черные, белые попытаются удар самортизировать, берут ферзя, может быть с Д2 на Е1. Не, ну смотри, я, например, хожу Куниф 5, К Ж3 я могу не сразу, ферзя на Ж5 там как-нибудь перевожу и хожу Ж3. То есть как-то вот эти слабости, чтобы они образовались. Ну, я же говорю, проблема в том, что когда черные хотели бы коня, во-первых, на Ф5 поставить, а во-вторых, ферзя поставить на Ж5, там, ну, в идеале вообще на А4, конечно. Беда в том, что когда черный конь и черный вверх уходят, белые забирают на Б7. Это единственный, мне кажется, сдерживающий фактор пока по-почине. Да ладно, а что там такого? И пешка, что ли, далеко пройдет? Ну, по крайней мере, это надо считать. Потому что здесь... Не, ну посчитаем, а что делать? Ну, вы понимаете, что здесь нет, нет других вообще сдерживающих факторов. Если бы не этот, то черные просто пошли бы сейчас ладьёй на А2, конём на Ф5, чертём на А4, забрали бы... Кстати, может правда ладья Ф5, ладья Х5? Или ты уже говорил это? Ну да, это первое, что я сказал. Ладья Ф5, ладья Х5, ладья Х2, конь Ф5, ферзер Х4. Ну, вообще да. Ну, это очень плохо. Единственная проблема, что там на Б7 висит в этих фориатах. Если удастся посчитать, что черные белые не успевают провести пешку А, ну или вообще как-то не отдать на Б7, тогда нет контр-игры никакой, даже намёта. Ну, что это означает? Понятное дело, что как-то рано об этом говорить, но он, надо сегодня есть шанс размочить счёт, а Фабиана, видимо, теряет свои шансы подобраться к первой строчке мирового рейтинга. А у кого тогда есть шанс подобраться? А они, вот как бы ни у кого нет. Вроде бы, Карл сын играет плохо и проседает всё дальше и дальше, но среди преследователей какого-то единодушия нет. То есть, Кравник пойдёт вперёд, его остановят. А Годиан вроде идёт вперёд стабильно, то есть, он выиграл в Германии и сейчас выигрывает, но он изначально был далеко. То есть, в принципе... Уже близко, нет? Да, уже недалеко, уже осталось там меньше 20 пунктов, я понимаю. Но всё равно это 20 пунктов. Ну да, по крайней мере здесь он точно не успел. Ну конечно, если он продолжит ещё несколько месяцев играть на том же уровне, то Карлсон не удержит первую строчку, это я думаю понятно. Но я не думаю, что Ливон сможет... Не, ну Карлсон тоже начнёт, наверное, по-другому. Если Ливон будет играть как здесь, то Карлсон может что угодно делать, если честно, это ему не поможет. Но я думаю, практически очевидно, что Ливон на таком уровне свою игру поддерживать не сможет долгое время. Да, ну Круан тоже в своё время набирал под 100% в некоторых страницах, да? Так, собственно и было, и тоже он долгое время это удержать не смог. Так, ну что, Ладья Ф5 сделан ход, да? Да, Ладья Ф5 что, не сыграли, но как-то Ладья просто идёт, идёт на А2, потом Конь идёт на Ф5, и нечего предложить за Белого, то есть вообще нечего. Белые просто должны ходить, видимо, король А2, король А1, ждать пока чёрные поставят А1 на А2, коня на Ф5, и надеяться, что как бы решающие... Это уже Пиже, нет? Да, и на Е3, двойное взятие, ну то есть, два удара на Е3. Нет, вот если при Ферзе на Д2, то я просто хожу Ж3, и у тебя пешка в 2 связана. Ещё беда в том, что даже если Ферзя уберу на Е1, вы всё равно ходите Ж3, и когда я беру на Ж3, теряется на Е3 корневая. То есть, надо, видимо, Ферзь Е1, С1 ставить, ну... Ну, он коня повёл, видимо, он может хочет разменять коня. Ну, если он разменяет коня, это поведёт к тому, что он получит мат по белым полям. Там, ладья на Аш1 пойдёт. Тогда зачем он вообще пошёл? Не, ну на Аш5 надо ходить. Не, ну, что-то как-то совсем плохо. Да. Может быть, посмотрим ещё? Я буду очень удивлён, что даже Анант, находящийся в плохой форме, такую позицию, если он такую позицию выпустит. Да, я тоже думаю, что выиграет. Не должен. Всё-таки у него уровень очень высокий. Да, ещё просто такое ощущение, что вот эта позиция принадлежит такому классу позиций, в которой уровень соперника, он не важен. Каким бы ни был гениальным здесь шахматист, играющий белыми, он всё равно вынужден будет ходить туда-сюда фигурами. Ну да, и максимум, что можно изобрести, это жертву, правда, какую-то, но пока ферстница 8, я думаю, что это вообще не туда. Так, ну хорошо. Да, Корякина, тем более мы его очень... Так, как он решил побороться с гирей званием корольничьих. Не, ну пока он не борется с гирей, он пока его уверенно обыгрывает. Не, это на дистанции борется. Понятно, что... На дистанции борется, да. Так, ну хорошо, не знаю, насчет короля ничьих, в общем, Сергей на самом деле занялся любимым делом. Я вот не могу сказать, не то ему правда нравится защищать вот такие позиции без контр-игры, не то он просто... Прямо... Прямо... ну, такое ощущение, что когда возникают малейшие проблемы, или идти на позицию, которая может быть равная, но с риском, или идти вот, ну, с риском там, проиграть как-то сразу, или вот долго и мучительно защищать такую позицию, он всегда выберет долго и мучительно защищать плохую позицию, и при этом, скорее всего, не такая плохая, мне кажется. Или я... Дело в том, что мы остановились очень-очень давно, в районе... Не, ну, да, давай уж не будем еще Эншпиль такой-то изучать. 44-й ход, может, сразу все-таки включим. Ну, хорошо, в общем, мне кажется, что перевес белый был побольше с ладьями. Да, да, нет, вот это я согласен, что перевес был побольше, но вот на данный момент, мне кажется, уже Корякин чувствует себя спокойно. Ну, поднима, всегда чувствует себя спокойно. Не, ну там, С7, С6, даже можно к чему-то пристать. Какую-то пешечку какая-то. Меня вот смущает даже несколько возможностей пристать. Ну, кстати, возможностей пристать нет, потому что белый на Король С7 всегда слон Е7 ответил. Меня больше смущает тот факт, что этого, наверное, крепость. Черные просто ходят слон Ф7, слон Е8. Ну, да. И, то есть, это не... Точно, это же Корякин, он никуда не хотел приставать, он просто ничего отрабатывает. Ну, это же действительно просто крепость. То есть, вообще ни одной идеи нет. Б4, ну, побил, да. Даже если Король С3 и потом Б4 просто взяли, Король встал на Б4, он все равно ограничен пешкой Б. Если белые повели сна через всю доску нападать на Б6 с Е3, черные Король С7 пошли. Если белые вернулись на НЖ7, черные Короля на Е7. А слон Ж5 там нет ход никакого? Или меня опять куда-то не туда несет? вот я вот думаю... Думаю... А, сначала слон на Е3, потом слон Ж5. Да. Очень, очень тонко. Ну, скорее всего, так только проиграть можно, что-то, конечно... Не, я понимаю, что это вряд ли сработает. Но надо же что-то предлагать в таких НЖПЛах. Давай, давайте проверим эту идею. Ну, ничего другого нет, наверное. Слон А6, да? Ну, черные ходят слон Ф7, белые ходят слон Е3. Король С7, слон... Отлично, ты как раз еще слона по ДЖ6 подставил. Да, я думаю, что все равно шансы тут не велики. Например, я могу пойти и конь Е8. Ну, хорошо, давайте проверим критический вариант ФЖ-АЖ. ФЖ-АЖ. Да, я согласен, что это, наверное, лучшая редакция для белых, которая только могла быть. Ну, хорошо, все равно конь Е8. аж 4 можно пойти. Я что-то вообще не вижу никаких проблем. А, да, аж 4, да, ну, да, аж 4, видимо. Видимо, у черных выигранная позиция, на самом деле. Ну, да, но это после слон Ж5. да, да, очевидно. Ладно, ну, а что еще можно тут предложить? Наверное, ничего больше, не знаю. Ну, король никуда не идет, конь Д6 стоит превосходно, слон нашел себе две тропинки, ну, Б4, он так из общих соображений. Слона на Е6, может, хочет, нет? А, ну, кажется, 7. то есть, Слон Е7. А, это, наверное, идея. Ну, Б4, АБ, АБ? Ну, слон Ф7, видимо, поставлю, да? Да, и слон Ф7. И буду по-другому, какой-то другой фигурой прыгать туда-сюда. Может, конем? На Б5 и обратно. А может быть, случится страшно, и краякин боятся сделать один активный ход? Что-то мне там слон не нравится, слон А4 на конь Б5. Может, Б5 самому? Да, вот я хотел просто с языка сорвать, просто Б5 и такую крепость держать. Сразу даже, АБ, Б5. Слон Б3? Слон Б3, слон Ф7. Ну, да. И теперь уже можно спокойно королем ходить. Коль на Е8 вернется, потому что... Не, ну... Какая неожиданность, да? Отработал сегодняшний черный цвет. Ну, хорошо. Между прочим, Накамур это лидер перед этим туром, и, в общем-то, черными с ним ничья, наверное, неплохо. Правда, надо от кого-то выигрывать, чтобы за что-то бороться. Если каждый результат поддельности брать, каждую очередную ничью Сергея Байд, хороший результат. Он последний номер уже в турнире по рейдингу, он уверенно делает ничьи, там, по 1 десятый пункта набирается в каждую парку. Но... С кем-то и 2 десятые, да? Да, с кем-то, может, даже и 3 десятые. Уже ничья, видимо, да? Согласились? Не, пока... Согластились у вас? У меня слон Ф7 пока... Нет, у меня не согласились, у меня слон Д6 был ход, я понял, что с ходом слон Д6 вряд ли кто-то играет на победу. Ну, у черных символически лучше, да, У белых как бы две пешки на... А, ну теперь нет. После Б3 В5. Да, ну сейчас произойдет. Размой, да. Ну, надо изучать где-то в районе 25-го, 30-го хода по лицу. У белых вроде был КРС, но... А мне кажется, надо изучать партию СО. Да, я имею в виду, что эту партию надо будет изучать позже, если совсем будет нечем заняться. Потому что там просто героически, мне кажется, уже практически спас Весли СО. А как он так быстро, как героин так быстро произошел? А там, видимо, Цитнот был. На Диа Ци 8. Сроковой ход. Ой, а что на ход на Диа 5 это же Зиорда? Сейчас, сейчас, секундочку. А что ты, а когда ты вообще последний раз Гири выигрывал у кого-нибудь из сильных, ну я имею в виду, из топ-20? Я тебе отвечу на этот вопрос. Это счастливое событие произошло три дня назад. Подожди, он в этом турнире кого-то выиграл? Да, Виша Ананда обыграл. Товольно легко. А, ну хорошо, кроме вот этой партии до этого были такие случаи? Я что-то давно просто не видел партии у него. Именно, нет, у 2.650 он выигрывал, я вот про уровень под 2.800. Ну, видимо, Ананда. Но Ананда... До этого был Гран-при, да, до этого он кого-то он Гран-при обыграл, но я не уверен, что это был человек с рейтингом 2.700. Ну, ладно, я понял. Тяжело вспомнить. Ну, периодически они же кого-то обыгрывают. В общем, можно такой вывод сделать. Давайте такой вывод сделаем. Ну, вот сегодня у него, мне кажется, соскакивает такой позитивный результат, потому что все-таки позиция была с перевесом. Да, в общем, ходы ладья 5 и король g3 выглядят, конечно, неправильно, но какой-то в них смысл был, но понять его тяжело. Король g3, слон c6, c4, но все-таки белые выбрали план пешку толкать до упора, а слона оставить вот на не самой удачной позиции. Ну, вот оказалось, что после слона e6 все просто 37-й ход все оказалось как нельзя хуже для белых, потому что... А зачем он вообще сюда пошел? Да, который уродливо выглядит, правильно? Нет, я просто не понимаю идеи, он же сознательно идет на эту позицию. Вот он вместо ладья бьет e5, например, мог пойти c5. Видимо там черные могут как-то к пешке аж... Вот, например, g5, если на c5 пойдешь. Хорошо. c5, да? Я как-то хода за белых не вижу. То есть, не то, что... вообще я не вижу хода за белых. Солна 6. Ладья c7. Вообще-то... А если бы совсем ничего не делал? Наверное, он чего-то не увидел, да, а потом понял, что максимум, что он может перейти вот в этот эндшпиент. Да, он быстро делал ходы, вот нарвался на... Оказалось, что после слона e6 координация, ну, совсем не такая, какая должна. И вообще, вся идея с c4 мне не нравится. Надо было слон d1, слон b3 играть. Слушай, а может быть, знаешь, как? Может быть, не менять слонов? После слона c4? Да. Очень мало. В смысле, как? Слон f3 ходить, да? Ну, к примеру. Ну, может, слон d1, не знаю, ну, куда-то убрал его. Проблема в том, что сейчас я пойду слон e6. Ну, вот, хорошо, слон f3, слон e6, да? Да, ну, ладья a5, например. Вот, я думаю, может, g5 пойти? Я вам скажу по секрету, что я собрался вынудить этот ход. После g5 я хочу стоять на месте. Ну, вот, Стоишь на месте как? То есть, ладья a5, король e7, да? g5, король f8. Вообще, цинично стою на месте. Король f4. Ладья c7, да. Сейчас я, 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 я смотрю. Ну, король, король, на e5, куда-нибудь идет. Да, король e7. А, и тут, кстати, проблема, что ладья a8, и король на f6 въехал, и это, кстати, когда король на f6 въехал, тоже ничего не произошло же, да? Король f8, король f6, и... Ну, слушай, ну, по крайней мере, тут шансы хоть какие-то есть, нет? Ну, как-то больше, мне кажется, чем владельники. мне кажется, что он почти никаких шансов. Я всегда успею разменять. Ну, пойду сланжи 4, ты же побьешь, с удовольствием. Мне кажется, что он просто с ничей смирился, и хоть от меня, хоть от меня. Не могу сказать, я не думаю, что Анише, Анише это решение отдалось тяжело. Согласиться. Я понял. Ну, я не могу пораживать, белая на победу какая-то. Ну, в смысле, можно... Сегодня какой-то получается короткий тур, нет? Посмотрим. Ну, потому что 3 партии уже сыграли, здесь практически ничья, ну, близка, а Виши близок к победе. Вот, все зависит от того, будет пытаться здесь Анише играть в эту позицию, или нет? Как бы формально, по кодексу супер-космейстера, ты должен 4 на 3 ладья не играть до взаимного поделенения. 4 на 3 все-таки пешки Е-то сдвоена, нет? Ну, зато пешка на А6. Ладно, вот сейчас такая поясница, ну что, надо убирать ладьюку, а то играть Ж5, да? Видимо. Секундочку, ход после ладья А6? Ну, это ладья А5. Да, ну, допустим, шах, да? Не знаю, просто так. Шах. Король. А, тут сразу ничья, на Ж5 следующий ход. Только на Ж5 все-таки, да, а тогда я Ф6 пойду, ребят? Да, потому что там ладья не успела напасть с глубокого. Хотя он может Ж5, Ф6, потом вот взять. Тоже не проходит. Ладно, правда. Хорошо, попробую Ж5 все-таки, Ф6, ладья А5. Ну, съелил, да, на Ж5? Съели, я взял король Ж5. Видимо, ладья Е6. Или там пешку как-то съешь. Атака Е7? Ладья А5. А, не, ну да, ладья Е6. Ну, я думал, шах и напал на нее. Ну, шах, король Ф7, шах, король Ж8. Вот это максимум. Ладья Е8 там проигран, да, пешечный? Да. Ну, ладья Е7 что-то лучше. Может и не проигран, но мне просто интересно, как ладейный будет выигрываться. Вообще-то, это будет выигрываться, кстати. Король Ф4, Е5, король Е4, король Д5. Нет, это какой-то опасный. Подожди, ладья Е6, мне кажется, ход какой-то все-таки такой слишком уж вызывающий. Да, ну, ладья Ц7, можно пойти. Вот спокойно защитил пешку. Спокойствие немножко относительно. Ну, на король Е6 дам шах и еще один шах. В случае король Е6, видимо. Ну, нет, как бы там по шестому ряду-то я, если что, и готов стоять. У меня же еще Ж5 есть идея. Здесь король далеко прыгает. Следующий ход черный король Е7 или король Е7, правильно? После чего будет тяжело прицепиться. Мне кажется, ничего. Да, вот эта позиция немножко опасная все-таки. Да, хотя, может быть, и ничего не получится. Виши, видимо, все-таки уже выигрывает, да? Мне кажется. Ну, да, в общем, шансы на ничего не будут переключиться. шансы на ничего велики. Я не уверен, что я в 6 надо сразу играть, но шансы на ничего велики. Да, корона взял на в принципе, но оценка вряд ли изменилась. Не, ну, там ладья на G3, я вот после Ферс-H2, ну, где-то, может, даже не сразу, она вообще же не ходит даже. Ну, не знаю, а от того, что она ходит на G1, намного белым толку. Не, ну, как-то психологически хочется, чтобы какая-то достаточно сильная фигура ладья просто не имела ходов. Ну, G2, в любом же случае ход полезный, чтобы напасть на F2, чтобы там какие-то... Да, ожидаем. Мне даже кажется, что конь C4 даже уже где-то можно пойти, просто нет. я думаю, что Виша собирается обойти ладья F8 и ладья C8. И если это случится, то, скорее всего, поставят сдачу, просто сдачу. А на F7 что? В смысле, какой ход? В смысле, какой-то ход уже... А, FH1. А, я не видел, что FH1 уже сыграл. Да, тогда да. Ну, FH1, видимо, идея, что то же самое, что ладью поймали, но при этом еще слона связали, да? Ну, да. Эффект C7 теперь не имеет смысла по причине... Видимо, понятие... Конь F7, да? Ну, или ладья F7. Угу. Скорее, ладья F7 даже. Ну да, там же по белым полям мат поставим. А грозит ладья F8, ладья C8. Да, то есть, это похоже на решающее усиление. Игру короткий тур, а ты не веришь. Ну да, похоже. Давайте пойдем в B5. Вау. И на конь B5 пойдем в разноцвет без 18 пешек. Да, еще ладья там форсированно приходит на H2 и съедает еще. Ну, хотя бы у нас фигуры меньше. У нас фигуры по-прежнему не ходят, но хотя бы меньше. Ладья G1, ладья G3, ты так и будешь ходить. Еще королем на H4. Ну окей, вот B5 черный конем бьет, да? Сделал, да. Я и пешкой могу, кстати. Слон A3 куда-то вышел. Хорошо. Конь C4 куда-то вышел. Ну, типа, я раньше 0 фигура ходил, а после B5 а B на 3 конь C4 одна ходит. Не, ну, как-то ходить надо, я согласен. Может, и B5 нормально ходит. Не, ну, он Ф7 пошел, ждем исполнения. Ладья G7, да? Ждем исполнения, я не говорил. Да, один час, я думаю, И6 справится здесь. Ну, может, на Ладья G7 белый Ф6 задумали. Ну, шах, там что, мат-то нету. Слон потом на Т1. Там мат, скорее всего, но меня даже больше, чем мат, смущает судьба пешки F2. Ну, да, там, нет, я просто думал Ф1, Ф4 шах и слон D1 на король А3. А на король А1, король А1, а может пойти слон Е2? Ой, там еще же на F7. После короля А2 надо слон Е2 сыграть. чтобы слон С4 и ферд3 грозил, да? Или слон С4 и ферд3 грозил, ну, в общем, похоже, что мат. Это все исполняется, король А2, и ждем от меньших хода слон Е2. Слон Е2 сыгран. Причем, достаточно уверенно. Ну, хотя, с другой стороны... Я бы тоже в такой позиции уверенно играл бы, просто. Даже с короанной. Да, с кем угодно. Мне кажется, нам пора вернуться в другую партию. Да, эта партия завершается матом, ну, надо отметить, это факт. Да, белые сдались. Мата все-таки не случилось, короанна сдался, Ананд вернулся на отметку минус один. Турнир все равно остается невыдающимся, особенно, потому что Ананду в следующих трех турах предстоит играть сначала белыми против Хикару Накамуры, потом черными против Ливона Ароняна, это, по-моему, особенно удручающее будет занятие. А потом белыми против Карлсона. То есть, жеребевка не самая простая, увижу. Я вижу, что кто-то будет возражать против Хикару. Хотя, в смысле, кто-то будет возражать против ничей. В какой партии? Ну, Магнус или что завтра, ой, послезавтра, я думаю, там ничьи будут вишен. Ну, там-то да. Ну, там-то да. Ливон будет возражать. Ну, чтобы исследовало, да? Ливон-то понятно. Последовало, что у вас последовало? Последовало F6, король F4. Подожди, нет, F6, F6, последовало и FG. Или у меня... Ничего не последовало. Вообще, это у меня осталось. Это у меня осталось, мы убивали это. У меня осталось просто, я думал, что так было. Нет, тут завис Гири, видимо, он считает, что здесь можно поискать какие-то шансы. Ну, смотрите, тут у нас есть две возможные альтернативы. Первый вариант, это просто посмотреть, что происходило в сегодняшней партии. Ну, немного подробнее. Второй вариант, мы можем говорить о жизни в этот момент, обсудить, наверное, ваш прошедший турнир в Минске. И, ну, если вдруг какие-то изменения произойдут в этой партии, в чём я сильно сомневаюсь, мы просто будем их отмечать по ходу. А как можно говорить о Минске, просто я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду? Ну, я не знаю, это ваш первый чемпионат Европы же. А, подчеркнуть, что это мой первый чемпионат Европы? Нет, ну, организация, там, античитерские меры и так далее. Нет, ну, нас хорошо проверяли, да, там, при входе, и даже когда в туалет выходишь на обратной дороге. Там, кстати, был даже забавный момент Пётр Лека, ну, вот, какой-то третий тур, если не ошибаюсь, вышел в туалет и забыл бэджик. Ну, вот, его обратно не пускали. Он минут 15, вроде, уговаривал. Не узнавали? Двойника, подсунули двойника, понятно. Да, там такая охрана, я думаю, они бы и Магнуса не узнали. Понятно. Ну, мне так кажется, там именно охранники какие-то стоят, белорусские, подрабатывают. Ну, ну, по крайней мере, первые туры так было, потом вроде как-то наладили этот момент, потому что там какие-то вроде более, молодые такие белорусы, я думаю, они, может быть, и шахматисты даже, я думаю, что они бы легко бы и узнали. Но вот этот охранник не узнавал. И он говорил, что нужен бэджик, без бэджика я вас не пущу. И Лекон, ну, я просто тоже мимо проходил один раз, и я не знаю, как он партию сыграл, но я думаю, что нервишки себе он знатно. Ну, вообще, честно говоря, конечно, странная ситуация. Вот на тур пришел с бэджиком. Бэджик снял, положил на стол, пошел в туалет. Что делать? Обратно не пускают. Ну, видимо, просить охранника подозвать организаторов, судей и так далее. Да, он и просил. Охранник ни в какую. Охранник сказал, что я не могу уйти с... Постна? Пост номер один? А там постоянный поток людей, потому что ну, туалет, ну, играет 400 человек, да, и понятно, что большинство в туалет ходят, ну, и достаточно часто, да, ну, вот, причем надо же пройти и на выход, это на вход он стоит, этот охранник, и он один, ну, вот, потом, кстати, по два человека стали, может быть, как раз для этих случаев, но вот, я помню эти глаза Олега, который вообще не понимал, что происходит, почему с ним, с ним это происходит, он уже, это где-то тур третий был, он вроде как раз ничего во втором туре с бортником, что ли, сыграл, то есть у него уже и так потери, а тут еще этот охранник. да, ну, в принципе, вот по своему опыту в Косово тоже могу сказать, что проверяли, но, в принципе, я поддерживаю решение этих проверок, потому что, ну, читерство это большая проблема. Нет, я, честно говоря, полностью, даже в этом случае, единственное, надо было предупредить, что бэджик нужно носить везде и всюду. Ну, да, то есть перед первым туром должны были сказать, что это очень важно. Может быть, и говорили, но я, по крайней мере, не слышал. Для меня это тоже была новость, но благо я бэджик не снимал, он мне не мешал, он висит, как бы ладно. Ну вот, но, допустим, Ваня снимал бэджик. Я ему тут, когда эту историю рассказал, он понял, что ему нужно быть более внимательным в этом вопросе. Ну, вот. Ну, кстати, к концу турнира стало намного мягче. Видимо, они устали отслеживать, потому что Ваня на какой-то, если не ошибаюсь, десятый тур, на тур пришел, прям на тур без бэджика пришел, ну вот, и никто ему ничего не сказал, то есть его пустили. Даже не сказали, где ваш бэджик, ну вот, в итоге оказалось, что он на прошлом туре его забыл. Ну, может быть, отчасти это связано с тем, что к десятому туру уже стало понятно, что читерских прецедентов вроде бы в турнире нет, с другой стороны, также в конце турнира вроде бы как и ставки поднимаются. Нет, ну, слушай, какой-то странный, там Кубок Мира решается, 20 с чем-то человек. И, ну, не знаю, мне кажется, не должно быть таких оговорок, что если уже читеров пока не было, значит, они не появятся, можно не проверять. Мне кажется, это странное рассуждение. Так, может, читеры ждали удобного момента, когда заметят, что вот перестали. Читер, хитеры, хитеры коварьи, ну, все знают. набирался опыта, тоже смотрел, так, значит, читерить можно только к концу турнира, может быть, и другие организаторы также делают. Ну, чтобы начать читерить, к концу турнира, желательно, ну, имеется определенный, причем приличный. Ну, я понимаю так, что в принципе, по идее, 10-11 тур, наоборот, должны были проверки ужесточиться, потому что, ну, у какого-то человека, который идет в лидирующей группе, может быть соблазн пару раз куда-то выйти, обеспечить себе путевку в Кубок Мира, и там хороший денежный тур. А там как раз, кстати, очень хорошие условия. Практически все пишут ничьи, уже под конец, а тебе эти два из двух на финише могут реально принести, ну, как бы, там 50 позиций даже. Ну, может 40, не знаю, примерно. Вот, я в частности могу ответить результат госмейстера Виталия Акунина, с которым я хорошо знаком. Ну, сразу отмечу, это просто, ну, ни о ком читерстве речи не идет. Просто он под конец выиграл три партии подряд, и с середины турнирной таблицы попал на 15-е место, и отобрался в Кубок Мира. Так что, в принципе, я за него очень рад. Ну, видишь, ты прям живой пример уже привел. Ну, не то, что читера, да, но что читера это тоже яркий такой пример, что можно так из середины турнира на таблице, но ты, наверное, все-таки не совсем середину имел в виду. Ну, он бы шел плюс один, выиграл три партии. Пять из восьми, да? Получается, нет, он шел... Четыре с половиной из восьми, да? Почти как я. А, да, он шел пять из восьми, да, он шел плюс два, и закончил с восьми. Плюс два, ну, как бы, там иногда даже полтинник ты уже не в середине. Ну, окей, он шел не очень высоко, где-то в конце первой сотни. Да, да. И в итоге... Ну, финиш, конечно, в таких швейцарках, а потому что там плотные пары, там очень много ничьих. В принципе, даже много, а в лидирующей группе тем более. Я могу контр-пример привести, который тоже, ну, сейчас связан с игрой моего хорошего знакомого, гроссмейстера из Новороссийска, Антона Демченко, который в десятом туре играл на второй доске, нет, на первой доске, не знаю, на второй или на первой доске против Баадура Джабабы, белыми. В принципе, имел решающий перерез, в очень сложной позиции, но объективно решающий перерез имел, в итоге партию проиграл, и потом в последнем туре, казалось бы, ну, ты идешь на второй доске, даже ты проигрываешь, должен откатиться, получить соперника послабее. В итоге он получил Орещенко 2690, ему тоже проиграл, и откатился на 35 место. Но, правда, Антон уже в прошлом году отобрался в Косово, поэтому не так обидно хотя бы. Антон, а как? В смысле, как? Как, Хаминька? Демченко. А, он вообще там, да, я вспомнил, он же там очень хорошо. Но он в 10-м туре играл на второй или на первой доске с Джабавой. В итоге проиграл 2 подряды. До этого на первой доске играл еще тур. Джабава-то снизу, ну, как снизу, он там начал плохо, да, и подобрался под конец 6 или 7 подряд побед одержал. Ну, вот. А Демченко больше туров был выше Джабава. То есть, это еще Джабава к нему подобрался. Ну, хорошо. В общем, так... Ну, я тоже мелочи какие-то. Да, так или иначе, Антон проиграл 2 подряды и выпал в итоге не то, что из первых досок, а вообще из топ-30 даже. При том, что в своей группе у него был самый большой самые большие дополнительные показатели, разумеется. Так что, бывает и так. Ж5 пошел. Видимо, просто понял, что других идей и ресурсов нет. Или мне опять... Нет, все пошло. Ж5 сыграл, Да, ну, кстати, можно и правда в 6 не ходить. Может быть, пойти ладья А6 или Б6. Ну, куда-то ее увезти просто. Давайте подумаем, что белые хотят вообще от жизни. Ладьяна Е5 вечно стоять не будет, она должна уходить. Вот надо ходить ладья Б5, правильно? Да. Вообще, сомнений нет, просто другого хода нет. Король Е7, да? Король Е7. Ладья попытаться пешку аж, что ли, съесть? Я просто идей других не вижу. Кстати, может быть, это вариант, если я там не запрут. Ладья не запрут. Ладья Б8, да? Ладья Б8, теперь мы ходим... А как мы ходим-то? Резонный вопрос. Видимо, мы пристаем к пешке Ж5, активная оборона, то есть ладья А1. Что-то как-то там особо не пристанешь. Так, секундочку. Это вот, кстати, может быть, все-таки в 6 и надо ходить, потому что что-то мне начинает не нравиться. Ладья А1, да? Да. Ладья А8. Ладья А1, шаг. Вот как-то тут сейчас как-то... Ну, мне кажется, что черные наоборот совсем спаслись уже. Да? Ну, может быть. Ну, вот это надо посчитать. Это очень важный вариант, да? Получается. видимо, все-таки черным важно, что вот они, да, в какой-то момент они должны приходить вот так активно. Ну, да, вроде шаг сюда. А если я дам на Ж5, то просто по линии Аш ладью поставь. Ну, да, ладья А5 и как бы вроде бы все, потому что белые пешки Е, они... Хорошо, а если я на ладья А1 пытаюсь изобразить какую-то другую ладья Б7? Ладья А1, ладья Б7 и я пошел на Е6. Это не опасно сюда идти? Ну, когда анализируешь чужую партию двух людей, которые постоянно делают... Да, хорошо, Е5, давай, вот интересный вариант. Е5. Е5. Не вижу идею. Шаг, да? Шаг на Ф1, да. Король Е4. Ладья Ж1. Ладья Ж1. И теперь я хочу через как-то на Д6 королем пройти. Ладья, допустим, Б6. Король Е7. И произошло соглашение на ничью, потому что на король Д5 я просто играл Ладья Д1. Хорошо, а если Е6? Или тоже какая-то фигня? Ну, Е6 я играл Ладья Бюджет, наверное. Ладья Ж5. А, вообще ничего не могу. Король на Ж8 там играл. Да, ЕФ, да. Король Е7, Ладья Б7 и Король Ж8. Шаг, Король Аш8, Ладья куда-нибудь ушла. Король Ж8. Ну, когда убрали пешку Е, повели, может быть, поэтому после ЕФ, мне не надо когда-то так пассивно заводить. Может, Ладья Ф5? Да, да, да. Ну, да, ну, как-то вроде... То есть, теперь на Ладья Ф5 я хочу Ладью взять, а если Ладья Б7, то... Что? Король Е6 уже Ф8. Нет, Король Ф8. А, Король Ф8 опять вынудили эту ерунду. Слушай, какой-то прям на пустом месте. Вот так, таких партий я постоянно почему-то проигрываю. Я вот тоже в какой-то момент думаю, что все ничья, потом какие-то такие нюансы и почему-то они срабатывают. Король Ф8, да? Ну, а как? Нет, тогда зачем нам? Ладья Б7. Тогда все-таки проверяем Король Ф7, Ладья Б7, Король Ж8, Ладья Ж7, Король Аш8, Ладья А7, Король Ж8, и вот тут ну как Белая выиграла? Сейчас, секунду, я не успеваю. Король Ф7, Ладья Б7, да? У меня почему-то Король почему-то не ставится фигура. Сейчас. На Ж8, видимо, такой плохой ход, что... Ладья Ж7, Король Аш8, да? Ладья ушла куда? Ну, на А7. Ладья А7. Король Ж8. Да. Король Д4, если... Д4 или Ф4. А, ты просто на пешку Аш нападешь. Да, но проблема в том, что когда я заберу на А6, а, вы не успеете, ничего не получается. Ладья Аш5, и вот уже в этот момент надо ходить Король Е5, но кодекс не позволяет. Подожди, а почему мы пешку Аш не съели? На Король Ж8, Ладья Б8 шах. Какой ход на Король Ж8? Ладья Б8 шах и Ладья Аш8. А, ну, это я видел, мне не очень верилось, хотя, конечно, проверить надо. Ладья Аш8. Король Ф7, Ладья Аш8. Ладья Аш5? Ладья Аш5. Не знаю. А как ходить? Король К6, что-то как ходить. Ладья Ж4, Король Е5, Ж5. А, так там. Нет, там Король Ф5, это вообще полный бэй. Это прямо, наверное, самый быстрый способ проиграть эту позицию. Да, там же шах ушел по седьмому, Король Ж6, еще и за пешкой же спрятался. Да. Так, ну, слегка неприятно. Слегка неприятно. А, по крайней мере, тут уже надо изображать точную игру, если она все еще возможна. Хочется попроще сделать ничью. Ну да, тут какие-то трудности. Ну вот, видимо, на это посчитав... А, вот, насчет трудностей. После хода Е6, 48-ое, мы можем, наверное, взять на Е6. Слушай, ну мы, кстати, не обязательно совершенно вариант, да, какой-то, насмотрелись. Как не обязательно, а... Он не обязательно, но это попытка выиграть на Аш-7. Я вообще почему-то думаю, почему все-таки в 6 мы не пошли. Зачем вообще ладья 6 ходить? Я не знаю, но черные-черные все еще думают, да? Да. Ну, может, они и думают в 6 ходить. Ну, у них выбор такой есть. Ну да, F6 или не F6. Тут выбора не так много. хотя... Можно сразу вернуть ладью вниз, да? Вот сейчас ладья C1. Ну да, ладья C1 есть ход еще. Их пешка и G, да? Где-то мучить. Я, то есть, вообще уже решил по-другому играть. Сейчас я хочу сразу ладью на G1 поставить и ждать, пока белые будут пытаться усилиться. Дождаться, пока ладья придет на H8, да? Начать шаховать. Ну, да. Не, ну слушай, наверное, ничья. Я, честно говоря, не думаю, что здесь как-то можно... Причем, наверное, не одним способом, да? Да, да, я тоже думаю, что не одним. Я думаю, что F6, ладья H6, мне вообще кажется, что все три хода делают, но тут важный момент, с каким ходом легче потом эту ничью сделать, да? Да, видимо, если брать чисто просто оценку этой позиции, то, видимо, ничью делает любой ход, который не подставляет ладью под бой. Ну, и не получает там мат после кэржа 8, например. Но какой-то аренд белый все-таки усилится и придется показывать план. Так. Ну, хорошо, тогда я пока... Может быть, вот я да-да-да. Я вообще не знаю, как-то... Что хотят белые? Вот я все смотрю на позицию. Что они хотят? Пойти ладья H5? Предположим, я не знаю. То есть, я же всегда могу вниз ладью опустить. У меня времени полно вообще. Пойти ладья H5, король Е5, король Д5. Ну, король Е5, ладья С1 и приставок за пешкой Ж. Е5. Ладья Ж1, Е6. Ладья Ж5, король Д6. Я тоже думаю, что надо когда-то двигать. Единственный план, это же понятно. Ну, вообще-то, тот вариант, который мы сейчас смотрели, очень длинный, он, видимо, выигравует за белых. То есть, какие-то шансы проиграть все-таки есть. Ну, нет, понятно, что шансы есть всегда. Ну, что-то долго думает СО. Сколько у него времени-то, что он так может себе позволить? Или может, трансляция зависла? Просто он 26 минут думает над ходом. Ну, почему бы и нет? Видимо, какие-то проблемы все-таки видят. Хотя вот, вот, мне, если честно, больше всего интересует в этой позиции тот вопрос, что белые будут делать на ладья С1, ладья Ж1. Ну, не знаю, да, давай. Может, поставим эту позицию сейчас? Я просто не ставил. Допустим, я делаю так, так. Ладья Ж1, да? Слушай, а может быть, знаешь, как ладья Б7 и король Е5 и король Ф6 вот так? А, кстати, разумно. План, план понятен. Нет, ну, наверное, надо шах и напасть просто. Нельзя, ну, активная такая, не пассивная стойка ладья Ж1, просто вместо ладья Ж1 пойти было ладья Ф1 шах, король Е5 и ладья Ж1. На король Ф6 я всегда могу шах дать. Так, а если опять ладья Б7? На ладья Ф1? На ладья Ж1. В тот момент? Да. Да, король Е7 надо ходить. Все, вместо ладья Ф1 король Е7, да, наверное? Ну, чтобы на шах король Е6 можно было пойти. Мы же всегда успеем тут на шаховаться, наверное. да, но это опять означает, что мы все-таки отдаем на Аш7. А, еще есть на ход король Е7, король Е5 ход. С идеей на ладья Ж1 опять шах и туда же. Ну, Ну, есть какие-то, да, нюансы такие. Так, это же какой-то взаимный инструкционер, не то, что взаимный. Вот когда белые, получается, поставили ладью по седьмой, белый король на Е5, черный король на Ф8, черный ладья на Ж1. Если сейчас черный берут на Ж5, тогда король Ф6, белые выиграли. Но если белые сами играют король Ф6, тогда ладья Ф1, и белые совершенно ничего не добили. А, ты думаешь, ладья Ж2, что ли? Да, просто там, ладья Ж3, например. Соболтно. Надо бы, наверное, эту позицию поставить сейчас для зрителей, потому что, ну, я не уверен, что на этот момент зрители все еще останутся, но кто знает с другой стороны. Ну, такой Эншпиль, что тут мало кто останется. Да, похоже на ничью, видимо, белые, видимо, белые в какой-то момент все это бросят, просто и пойдут такие король Д6, там, отдадут на Ж5, пойдут Е5, пойдут Е6, и пытаются замотовать этого короля. я думаю, что шахматисты уровня в СЛСО должен такие окончания одержать. Это вот какие-то кандидаты мастера. хорошо, я тогда предлагаю сделать перерыв, я так понимаю, что все равно в этой позиции ничего не происходит, но поскольку мы сделаем это все в записи, то, вероятно, просто склеим ролик. так.